Завершилась одна из самых масштабных избирательных кампаний за последние несколько лет. Страна выбирала депутата федерального парламента. Впервые за 13 лет выборы в Думу проводились по смешанной схеме. В 39 субъектах России, в том числе и в Самарской области, жители одновременно выбирали и региональные ЗАГС-собрания. В результате убедительную победу одержала партия «Единая Россия». В целом по стране партия власти набрала более 54% голосов избирателей. На втором месте КПРФ – 13,45%. На третьем ЛДПР, замыкая четверку лидеров, «Справедливая Россия». За нее проголосовали 6%. Еще более убедительными выглядят результаты по одномандатным округам. «Единая Россия» смогла завоевать 203 места в парламенте. КПРФ и «Справедливая Россия» смогли получить 7 мандатов. ЛДПР – 5. Партия Роста и гражданская платформа – по одному. Еще один мандат достался самовыдвиженцу. Прошедшие выборы еще раз подтвердили статус Самарской области как политически активного региона страны. Заявить о своем выборе в воскресенье пришли более половины жителей, имеющих право голоса, а именно свыше 54%. Это самая высокая явка среди регионов, в составе которых есть города-миллионники. Самарская область оставила позади Свердловскую, Нижегородскую, Воронежскую и другие крупные области. Если сравнивать с аналогичными выборами 2011 года, явка в Самарской губернии выросла более чем на 2%. Этот рост примечателен на фоне общего снижения избирательной активности по стране. В среднем по России явка снизилась на 12%. В то время как в отдельных районах Самарской области – Красноармейском, Клявлинском, Пестравском и Хворостянском – явка превысила 80%. На состоявшихся выборах жители Самарской области активно поддержали курс действующей власти. Число сторонников партии власти в регионе за последние несколько лет существенно увеличилось. За «Единую Россию» свои голоса отдали более 51%. Если сравнивать с выборами 2011 года, тогда за нее проголосовали лишь 39% избирателей. Подобного роста доверия к действующей власти нет больше ни в каком другом регионе страны. Политологи объясняют это тем, что люди поддерживают позитивные изменения в регионе – ремонтируются дороги, строятся школы, детские сады, спортивные объекты. Агитационная кампания проходила в открытой и конкурентной борьбе. Самарская область стала одним из центров выборов 2016 года, приковав к себе внимание иностранных наблюдателей, общественных деятелей и федеральных экспертов-политологов. Все, кто следил за ходом голосования в регионе, отметили его прозрачность и честность. Для их обеспечения использовались современные технические ресурсы. На избирательных участках были установлены видеокамеры. Любой человек в любом месте мира мог онлайн посмотреть ход голосования и подсчета голосов. Виктория Шара и Марина Матвейшина. События.